Привет! Сегодня я к вам с рецептом шоколадного пирога с бананом. Готовится просто, получается вкусно. Я бы даже сказала, как торт. Сверху можно залить растопленным шоколадом или карамелью. У меня сегодня карамель. Как приготовить карамель, расскажу в процессе приготовления. Кстати, карамель варю не на сливках, а на молоке, поэтому получается еще экономно. Итак, приступаем. Сначала все подготовим. В глубокую миску кладем масло 100 грамм комнатной температуры, или можно слегка потопить в СВЧ. Добавляем 100 грамм сахара, 1 пачку ванилина. Все хорошенько растираем ложкой. Разбиваем 2 яйца. Обязательно добавляем щепотку соли. Отмерим 100 грамм муки, добавим к муке 30 грамм какао порошка и 1 пачку разрыхлителя. Перемешиваем. Просеиваем и добавляем в тесто. Перемешиваем. Тесто готово. Берем форму, у меня размером 29 см на 20 см. Застелим бумагой для выпечки. Смазываем маслом, кладем тесто, разравниваем. Бананы разрезаем на 4 части, можно по желанию порезать кругляшками. Бананы кладем на тесто и слегка прижимаем. Нужно, чтобы они пустились с теста. Ставим в разогретую духовку, выпекаем при 180 градусах 20-25 минут или ориентируйтесь по духовке. Главное не передержите, иначе бананы могут подсохнуть. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Пока пирог выпекается, приготовим карамель на молоке. Я такую карамель называю карамельный соус. Его можно подать к блинам или оладьям. На сухую сковороду кладем 200 грамм сахара и нагреваем. На данном этапе не перемешиваем. Начинаем перемешивать, как сахар начнет растапливаться. Нагреваем, пока сахар не растает, полностью приобретет карамельный цвет. Не передержите, иначе карамель будет с горчинкой. Молоко 100 миллилитров заранее доведем до кипения. Я это делаю в микроволновой печи и вливаем тонкой струйкой или небольшими порциями в растопленный сахар. Перемешиваем до однородности и добавляем 50 грамм сливочного масла. Как масло соединится с карамелью, снимаем с огня и даем немного остыть. Достаем готовый пирог и горячий поливаем карамельным соусом. Даем полностью остыть. Карамель загустеет и пирог будет хорошо резаться. Кстати, вот так карамель выглядит в теплом состоянии. В холодном она еще гуще. А так выглядит пирог в разрезе. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарии. Ваши отзывы самые лучшие награды для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok